хочу вас познакомить с некоторыми персонажами с которыми вы пока еще может быть не имели удовольствия оказаться знакомыми вот эта девушка это последняя или в данном случае вероятно крайняя знаете как говорят не зарекайся от последней жена андрея макаревича макаревича который так переживает за наших бойцов имею ввиду безусловно бойцов цахал они наших с вами бойцов в авдеевке в криминой и так далее вот она его жена она родилась само собой в киеве где она еще могла родиться звали ее инна через какое-то время она передумала решила что ее зовут теперь эйнат потом она придумала еще сильнее переехала в израиль на свою как она придумала историческую родину она вышла замуж потом опять передумала и решила что она лесбиянка и много лет публиковала вот такие замечательные фотографии со своей лесбийской как у них это называется партнершей и снова и над передумала решила что все-таки наверно не лесбиянка потому что подвернулся ей андрей макаревич на 30 лет старше нее знаменитый все-таки человек и наверное не бедный и мы бы оставили ее в покое вообще бы они не вспоминали мало ли в зоопарках зверушек какая нам разница в конце концов если бы она не оставила вот такой комментарий под постом 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 прославленного врача нейрохирурга просто полюбуйтесь господин доктор много лет вас читаю с восхищением спасение жизни стоит выше личной эмиграции однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в россии доктор убийц их детей их матерей действительно ли это стоит выше значит вы вдумайтесь зверушка эйнат бывшая инна бывшая лесбиянка теперь жена музыканта макаревича бывшего русского музыканта призывает врачей она пытается к совести их воззвать чтобы они перестали лечить нас с вами русских людей и не просто нас с вами а еще и там же отдельно подчеркнуто наших детей и вот эти люди теперь живут в израиле в израиле карл среди народа больше всего в истории человечества пострадавшего от этой самой идеологии которую таким образом пропагандируют эти зверушки эйнат который за эти две недели палестина израильского конфликта расплодилось так что мне уже кажется они размножаются почкование мне хочется им сказать вы неужели сами не видите что вы читаете вы неужели сами себя не слышите как вам может быть непонятно что призывы отказывать в пеницинской помощи детям людей не устраивающих вас исключительно по своей этнической принадлежности эти призывы и есть фашизм если это не фашизм то фашизма не существует в принципе потому что это дистиллированный такой настоящий воплощенный фашизм девушки юноша по имени эйнат вы википедию хотя бы откройте и почитайте что такое фашизм и вы увидите что фашизм это вы москино звезда уютный кинотеатр на садовом кольце с 1954 года кинотеатр находится по своему историческому адресу на земляном валу на первом этаже жилого дома в репертуар звезды входят фестивальные анимационные фильмы авторское кино на языке оригинала с русскими субтитрами альманахи короткого метра и трансляции с мировых театральных сцен которые можно увидеть на экране камерного зала оформленного в фирменном стиле москино кинозал на 60 мест оборудован проектором для показа фильмов снятых на 35 миллиметровую пленку и регулярно становится площадкой для лекций предпремьер и встреч с кинокритиками и режиссерами для посетителей работает кофейня и бесплатный городской вай фай кроме просмотра авторского кино и покупки хорошего кофе в звезде можно почитать книги о кино билеты на сеансе в пределах 400 рублей со льготами для разных категорий граждан можно приобрести на сайте мозг кино еще один персонаж с которым вы все конечно хорошо знакомы к счастью или к сожалению как и я я знакома с этой женщиной с детства к счастью или к сожалению алла пугачева не к ночи будет помянута но я не была знакома как-то мимо меня прошло с тем какие мысли она оказывается высказывала еще 20 лет назад просто поразительно поразительно что мы все все эти годы это два десятилетия прошло не замечали этого и не понимали на чьи концерты мы ходим кому деньги свои отдаем за счет кого они строят уродливые безвкусные замки где-то там между новой ригой и рублевкой ведь эти люди говорили эти вещи уже 20 лет назад будет послушайте внимательно и постарайтесь слушаться в каждое слово и постарайтесь слушаться в него так чтобы у вас не начали играть желваки и сжиматься кулаки и подступать горло рвотные рефлексы каждое слово что эта женщина говорила во время теракта на дубровке все против войны и поэтому мы еще так сказать и не играем эти спектакли чтобы тоже так сказать выразить свой протест против этой непонятной какой-то грязно пахнущей войны где страдает в общем то обе стороны чеченская русская сторона уж лучше во имя интересов людей невинно страдающих и погибающих в общем то не знал за что лучше признать поражение войне чем вот так долго продлевать эту кровавую победу а это ужасно выбраны средства туристические отвратительные но надо еще помнить о том что до таких средств доходят люди полное отчаяние то есть эта женщина алла пугачева кумира любимица на тот момент миллионов 20 лет назад во время теракта в то время как сидели наши с вами соотечественники в этом аду в этом зале под дулами автоматов среди этих женщин обвешанных взрывчаткой на полном серьезе призывала ничтоже сумняшся язык у нее повернулся проиграть эту как она выразилась дурно пахнущую войну добровольно ее проиграть то есть уступить вот этим террористам которые захватили женщин детей вообще людей на дубровке потому что зачем продлевать эту кровавую победу вы просто представьте что в голове у человека и более того она отказывается признавать террористов этих террористами пока они не начали расстреливать заложников как вам это нравится то есть пока они просто взяли заложников пока у кого-то там сердечный приступ пока дети там умирают от ужаса обретают себе психотравмы на всю оставшуюся жизнь пока происходит весь этот ад который останется с ней безусловно навсегда эти люди это просто вот люди которых нужно можно и нужно понять ведь у них вот вот так вот они отстаивают ценности и пока они расстреливать всех не начали это все еще отстаивание ценностей а никакой не терроризм а что ж тогда муженек то с таким же пониманием с таким же снисхождением не отнесся к атакам хамаса а это другое я все время забываю что это другое научусь наверное когда-нибудь но пока забываю вы напоминаете мне это другое ну и третий персонаж я мечтаю на познакомиться с этим человеком потому что я конфигурацию его ляжек и к сожалению ягодиц уже выучил наизусть поскольку не смогла оторваться от этого видео признаюсь вам в разгар мобилизации на украине вот такой чувачок расхаживает по одессе по нашей одессе полюбуйтесь друзья мои братья и сестры как говорится сограждане и соотечественники может быть это не главное но одна из очень важных причин почему одессу надо забирать без нас они про все полимеры помните этот ролик вот все про забирать забирать домой 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 будут ходить в красивых платьицах парни в шортах брюхах все будет нормально хорошо и по-человечески инженериум мгту имени николая эрнестовича баумана это структурное подразделение университета основанная в 2017 году за пять лет в инженериуме обучились более 12 тысяч детей для воспитания нового поколения инженеров россии в инженериуме реализуются новейшие программы с использованием инновационных технологий виртуальной реальности и авторских программ межотраслевого инжинирингового центра композиты россии технопарке у метро бауманская школьникам доступны четыре инновационные лаборатории робототехника композиционные материалы 3d моделирование и аддитивные технологии космические и летательные аппараты общая площадь этого технопарка триста тридцать квадратных метров всего в москве открыто четыре филиала инженериума выпускники технопарка получают льготы при поступлении в мгту имени баумана возвращаясь к упомянутому не к ночи семейству галкачевых и пугалкиных невозможно не вспоминать о том что происходит сейчас в газе даже если пытаться абстрагироваться от этого что дескать вроде бы не наш конфликт у нас своя тут украина под окнами в прямом и переносном смысле слова невозможно у нас на этой неделе просто представьте себе только у одного нашего сотрудника оператора халлида у него погибло 12 членов семьи смотрите 12 членов семьи за один день родные братья сестры близкие племянники тети дяди и сейчас у него там остается сын у корреспондента нашего саида погибли девять человек членов семьи это только два наших сотрудника вы думаете больше двадцати человек это только родственники наших сотрудников у этого корреспондента пять человек погибли в больнице той самой разбомбленной в газе и четверо на следующий день в жилом доме представили себе как с этим жить и что там происходит что касается этой больницы я скажу вам как есть я не знаю кто по ней долбанул не знаю я вообще стараюсь не верить до конца в то чему у меня нет документальных подтверждений но все таки вот эта вот тема гоголевская старинная он тер офицерская вдова сама себя высекла она всегда вызывает некоторые подозрения вы же понимаете почему и то что происходит в газе подтвержденное только добавляет на чашу весов неверия в то что это они сами долбанули по своей больнице вы вдумайтесь два с половиной миллиона людей сейчас там два с половиной миллиона из которых 70 процентов женщины дети и старики и вырваться оттуда нельзя два выхода египет израиль два кпп тот и другой закрыт и что делать людям что делать людям которые не хотят воевать они не в хамас они может быть даже не поддерживают кейс хамас у них может быть много детей может быть они сами эти дети посмотрите на эти картинки этих детей вы послушайте просто вот послушайте вот эти крики одни и вторые и и и и и и И вот Израиль им говорит, давайте на юг. Они несутся на юг, хотя даже ВОЗ уже заявила, что эвакуация больниц сейчас на юг или куда бы то ни было. Это просто убийство тех, кто находится в этих больницах. Ну хорошо, кто может рвет на юг, и они начинают бомбить юг. Ну как это? Ну если это не геноцид, что тогда такое геноцид? Вот послушайте эту вот девочку, которую наши ребята записали. Она все про это сказала. Лучше про это никто не скажет, чем люди, которые там находятся. У меня только один вопрос. Куда нам, мирным гражданам, идти? Мы пошли в школы, они стали бомбить школы. Мы двинулись на юг, они стали бомбить юг. Мы переместились в больницы, они стали бомбить больницы. Это кровавая расправа, это геноцид. Чего вы ждете? Чего вы ждете, чтобы начать действовать? Где ваша человечность? Раз уж вы говорите о человечности, где ваша человечность? Ну и церковь, конечно. Ну церковь-то не Хамас разбомбила, не Хизбалла, никто там еще. Какие-нибудь очередные братья, исламисты, джихадисты. Израиль же долбанул. По нашей с вами, между прочим, греческой православной церкви. Пятого века. Древнейший памятник нашей с вами религии, архитектуры. Его больше нет. Помните, как все с ужасом смотрели на то, как талибы уничтожали древнейший памятник? Как же так? Это же культура, это же варвары. Теперь из-за того, что тысяча варваров из Хамас, варваров, безусловно, напали на этот праздник, фестиваль, который там был у них в Израиле, в пустыне, на поселение. Варварски совершенно уничтожили, действительно, женщин, детей, кого-то забрали в заложники. Израиль отвечает таким же варварством. Бомбит церковь. Древнейший памятник, религиозный, исторический памятник. Я хочу сказать вам просто, что если ты отвечаешь варварством на варварство, ты варвар. Ну и в продолжение темы очередной вопрос. Один из тех вопросов, которые я сдаю в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян «Литература и история». Запомните, у меня каналов три. Просто Маргарита Симоньян. Маргарита Симоньян из дома, где я публикую рецепты, фото-видео с детьми, семейные наши какие-то истории. И Маргарита Симоньян «Литература и история», где мы с вами общаемся на тему собственной литературы и истории. Тем, кто первым ответит на этот вопрос, я отправляю свою новую книгу, вот эту, «Водоворот», которая вообще-то продается в магазинах. Но если не хотите покупать, я не настаиваю, я пошлю ответившему первым на вопрос бесплатно со своим автографом. Вопрос продолжения темы такой. Что, согласно Костомарову, брали в аренду иудеи у польских панов, вызывая ненависть русского крестьянского населения, которому они затем продавали там, в том, что они брали в аренду, различные услуги. Цифровое деловое пространство – это столичная площадка для сотрудничества в сфере инноваций. Комфортное и уютное пространство для общения и открытия нового. В ЦДП проходят мероприятия любого формата – от лекций до конференций, от телемостов до хакатонов. Это форумы в сфере инноваций и технологий для начинающих и опытных предпринимателей, венчурных инвесторов, потенциальных заказчиков инновационных решений, а также образовательные и интеллектуальные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала в области высоких технологий с привлечением спикеров и экспертов международного уровня. В пространстве есть два современных зрительных зала на 630 и 140 мест. Техническое оснащение ЦДП позволяет реализовать самые смелые инновационные идеи в области презентаций и проведения мероприятий. Оператором ЦДП является Агентство инноваций Москвы.